всем привет ребят с вами канал алексей 24 и сегодня мы будем продолжать играть в игру симулятор супермаркета я не помню какая точно уже по счету серия ребята серий будет много так что готовьтесь как говорится застегните ремень и погнали в путь убедительной просьба ребята не забывайте пожалуйста подписываться на мой канал ставьте лайки и ставьте колокольчики для меня это очень важно это важно для продвижения контента также ребята есть у нас описание под видео полная информация такая как донат для канала так и плейлист с прохождениями нашей игры так что-то я задумался пока вам это приветствие дело общем ребят заходим в описании под видео у нас там плейлист донат кто хочет отправляет кто хочет смотрит все прохождения ну и конечно же ребята про комментарии пожалуйста не забывайте писать комментарии я этого от вас жду и так ребята объявляем акцию хочешь получить сердечко на свой комментарий напиши свой этот комментарий под видео и все будет окей ребят также не забывайте про яндекс зен канал куда я вас тоже прошу всех подписаться и поставить лайк прям очень для этого мне нужно вас попросить ну и про youtube канал не забываем яндекс зен youtube тик ток мои основные платформы больше меня нигде нет если вы хотите сказать что на рутубе есть канал алексей 24 так он у меня там заброшен мне не выгодно им заниматься это все что касается того что я украл у вас две минуты вашего времени ребята теперь поехали у нас ночь ночь клиенты кончились 6400 долларов это не особо много ребята сегодня торгуем торгуем пополняем товары на складе естественно будут и делать на паузе чтобы не было скучно и самое главное самое главное я сегодня построил планы кое-какие нам надо расширять чтобы вы сказали склад блин расширяем склад хорошо я его расширяю прямо сейчас ребята расширение склада 2500 но следующее расширение мы можем в легкую купить необходимый уровень магазина 25 и то и то у нас есть почему бы не воспользоваться покупаем первое расширение склада оборачиваемся и и просто охреневаем от увеличенных таких вот объемов так ребят ну смотрите вот эти полки ненужные мы поставим вот сюда то есть это полки ребята для тех кто не было верно не смотрел серии я хочу сказать это полки для всякого барахла для как говорится того что не влезло на мои основные полки у меня такая вот логистика здесь ну придется конечно вот так вот по дебильному в этот закуток полочки поставить так все отлично лампочки здесь нету а почему ее нету а я не знаю почему нету но тут три лампаж подряд висят ребят давайте эй алло алло давай вот в этот закуток лампочку чтобы было видно более менее но все подходишь хотя бы не в темноте хотя мне тут освещение в игре не особо нравится не особо нравится имею ввиду как она светит я делаю доп лампы всегда так ну давайте вот сюда что ли о тени тени я бы кажется еще лампочек добавил ну ладно это потом вот так вот ребята склад мы расширили все прекрасно ничего сужать никакие полки не буду вторых первое расширение склада а мы купили а теперь надо будет закупиться товарами в магазине вот я сейчас покажу конфетку допустим эта коробка осталось сахар вот видите он его почти нету у меня закончилась картошка но это прям вообще товар такой который заканчивается вот эти вот хлопья или как и там злаки называются курицы нету чего еще нету чай блин зеленый чай кончился прикиньте есть хлеба нету мука как обычно у нас закончилась в принципе вот 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 а все полки показал ну чё ребят ходить вокруг да около так мои грузчики чё все что ли курицы стоят ладно пускай этот день у нас закончился ребята переходим в следующий товар считается дорогими один пик делаем скриншот ребята и ценовую политику меняем магазина если кто-то успел заметить то что цены в магазине резко поменялись это в данную очередь а на мед мед стал 11 10 стоит но мы сделаем 1130 1130 чуть дороже чуть дороже цены магазина сейчас делаем так пиво блонд эль 6 штук какое оно вот это что ли его блонд эль 6 штук да я во время попал она подешевела цена маркета 946 но мы будем продавать за девять пятьдесят вообще ребят я рекомендую все цены поменять каждый день надо их менять смотрите 2630 а пойдет так вот это у нас 12 64 1280 это нормальная цена паста 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 1302 ну давайте чуть дешевле сделаем чтоб продажи шли быстрее 40 чуть дешевле чипсы 552 570 да и не так уж и дорого спагетти 8 долларов ну ё-моё куда я загнул ну 77 20 даже 720 это и то перебор обсказал так отлично что у нас с туалеткой ребята 15 а я не буду цену опускать они задолбали ее покупать мне неудобно на складе хранить так ребят курица цена поменялась блин а где мой холодильник это уже забыл 920 цена курицы она подорожала блин ребята 1065 но мы 1070 сейчас сделаем 1070 чтобы хоть как-то маленько на этом заработать пицца микс а подешевела пицца микс это по-моему вот это да пицца микс 457 460 она у меня тоже подешевела она стоит 460 ребята отлично так картофель фри давайте цену проверим нормальная цена если где-то 10 20 центов я считаю это не так дорого молоко 1287 1360 давайте 13 не 60 1320 сделаем подешевле а кофе я и я не супер добрый я просто решил немного ценовую политику изменить 1250 1240 чуть-чуть дешевле 1240 а здесь 1120 1110 даже ездил потому что 50 центов я все равно почти имел с этого все 1110 так цены изменены мука которую задолбался покупать пускать так стоит вот это мука которую они тоже опустошают у меня блин дороговато но давайте дешевле чуть сделаем блин я хотел 60 не на ту кнопку нажал хлеб 1448 1460 в принципе хлеб не сильно дорогой так давайте смотрим рожки 6 6.50 6.50 злаки которых нет на складе 5.22 5.50 пойдет сахар сметают с полок 7.30 нормальная значит цена вот и дальше сметайте по такой зеленый чай я думаю 7.60 надо сделать потому что дороговато немножко будем объемами сейчас работать так отлично с картошкой я бы вообще цену не опускал пускай такая будет то что мне неудобно работать с картошкой 7.20 7.50 вполне адекватная цена цена маркета 5.72 5.80 5.90 5.90 я бы наоборот поднял здесь цену средства для мытья посуды 20.50 у меня цена маркета почти 20 долларов да пойдет так с маслом что у нас 7.37 7.50 адекватная цена паста блин идеальная цена конфеты которые сметают у меня они не так дорого в принципе стоят ну здесь извините тут ценник уже впритык я дешевле продавать вот пирог уже не буду пироги вообще не покупают а вот к чему так теперь посмотрим у нас мыло для рук 2.41 ребят вы видите у меня ценники не такие иконские в магазине в принципе 5.42 5.55 эй блин иди сюда 5.60 подорожало так средства 2.40 нормально 2.80 пойдет вот эту хренатень у меня сметают поэтому я цену опускать не буду так это что цена маркета 4.26 а у меня до сих пор цена так себе ребята меняем цены пирог цена приемлемая рис 6.50 знаете что 6.60 сделаем а то мне мне не выгодно смысле я что ага не на ту кнопку нажал так шампунь тоже сметают с полок ну на 50 центов дороже просто продает масло вот сейчас масло все разгребут давайте хотя бы на 10 центов просто подороже сделаем злаки 5.94 4.66 ну елки палки давайте хотя бы по 5.10 продавать дорого чай пойдет так что у нас здесь 26.90 25 мне кажется я немножко цену задрал хотя это хорошо покупают я поэтому и задрал так это что такое у нас хорошая цена так здесь 13.50 идеальная цена так что у нас здесь 13.66 13.80 а вот тут подорожание будет ребят слишком маленькая накрутка так у нас что здесь 20 21.85 нет давайте не 85 21 хотя бы 40 что ли сделаем потому что что-то я навернул так водичка которую то покупают то нет 2.26 ну я не знаю пускай берут давайте подарок сделаем им 2.50 и они так уж сильно на ней заработаю хотя бы движение воды будет 2.13 ну я 2.30 сейчас сделаю чтобы был смысл вот эти маленькие покупать они на складе в принципе хранятся нормально поэтому можно и сильно на ней не зарабатывать так это что такое 5 долларов пойдет молоко 3.20 блин хорошая наценка теперь яйца 4.20 вообще великолепно я по минимуму торгую по минимуму ребята так вот это сколько стоит вы видите я не такой уж крохоборина 2.28 2.70 но 2.50 может хотя пусть 2.70 будет они уберут постоянно 3.80 2.80 нормально 2.81 3.10 нормально содовая 2.58 2.90 блин вообще минимальная накрутка содовая нормально пойдет так что у нас с сыром но тут слишком смешная конечно накрутка ребята поэтому я чуть выше делаю так яйца 2.28 2.60 ну знаете что 6.5 можно сделать я думаю блин какие 60 6.50 я думаю нормально разошлись 15.70 пирог пойдет знаете и не много и не мало 11.30 лосось я округляю да с половиной у меня пунктик на этом все так по пиву ребята пиво что-то разбирает вообще круто так 3.45 пойдет это пиво чуть-чуть я его накрутил оно и будет заканчиваться походу и вот эта хренатень 4.40 все ребята накрутки в принципе минимальны можно спокойно открываться и работать но прежде чем мы не открылись я сейчас буду заказывать товары такие как сахар это естественно надо записать потому что это очень интересно сахар заказываем в смысле какая картошка фри алло а коробка похожая я уже забыл где что находится честно говоря в смысле а где сахар а во коричневый сахар 2 3 упаковки 3 упаковки корзину так мне тут сказали ребята мне подсказали то что можно заказывать товар толпой то есть чем больше заказал тем меньше денег за доставку заплатил поэтому я не буду сейчас торопиться так вот вот эти злаки сразу закажу наверное 2 тоже у меня есть они лежат надо чтобы были так злаки то есть идет цена за доставку надо обязательно 10 товаров короче набирать тогда будет очень удобно так мука 2 чисто сейчас пока набираю то что необходимо ладно хлеб 2 мука 2 отлично ну и одна чего нибудь апельсиновый сок давайте возьмем пригодится где он там апельсиновый сок все 10 товаров пути заказ доставка 8 долларов то есть каждая доставка из 10 позиций стоит нам 8 долларов я только на это обратил внимание чем больше у нас будет заказ тем выгоднее а то я заказывал по 1-2 позиции все покупаем ребята и естественно я начинаю все вот так вот растаскивать по складу ну вот и все апельсиновый сок ложим на полку так теперь надо проверить чего не хватает ну картошки курицы это в первую очередь картошки надо купить несколько вязанок потому что ну уходит давайте 2 и курицы 3 наверное возьмем в корзину в корзину хотя знаете я еще одну бы картоху купил так это что касаем так конфет нету ребята конфет одна коробка осталась сейчас в принципе все раскупят давайте 2 коробки конфет и у нас еще 2 позиции осталось что буду купить ааа чай зеленый кстати нету зеленого чая а он должен быть ну мы его естественно еще закупим блин я забыл где зеленый чай это находится у нас а вот он 2 позиции отлично опять 10 позиций ребята доставка 8 долларов всего все толпой заказываем опытом так будет выгодней ладно тащим товары на склад фух все растащил то есть последний зеленый чай у нас полностью доставлен фух это круто надо заказывать товары дальше ребята мы видим паста осталась одна коробка то есть надо в любом случае взять пасту берем одну коробочку так отлично это мы формируем заказ злаки не хватает злаков тоже одна коробочка это чисто по позиции так конфеты пироги есть ну конфет наверное я думаю надо 2 упаковки так кондитерка это у меня она где вот она конфета ребята сразу 2 пачки заказываем чтобы были так теперь катастрофически в принципе я не вижу чтобы чего-то не хватало хотя не яйца вроде есть так злак я заказал чай есть молока коробка но в принципе это не критично там запас всегда есть так кофе есть мусака мусака наверное коробочку надо мусасака я постоянно офигеваю от этого названия но ладно мусака коробочку мусака коробочку так чего же у нас нет шампунь это как кстати можно заказать вот эту штуку в баночке как она там называется не помню тунец тоже можно заказать пойдет так это что такое норвей я не вижу лосось что ли походу то есть одну лосось я закажу чтобы на складе лежал так у нас пиво кончилось получается бутылочной с желтой этикеткой называется оно все почти одинаково пиво с желтой этикеткой сколько возьмем давайте три коробки возьмем заказ принят также 8 долларов 500 тратим на доставку теперь все это надо по полкам рассовать не знаю может быть я конечно не полностью склад затарил ребята но я думаю можно начинать наш новый торговый день до 20 минут ролика прошло мы только начинаем торговый день ребята все отлично магазин открыт время поперло у нас все хорошо витринки кассиры работают в принципе я свою кассу открыл тоже чтобы проводить торговую операцию кстати сегодня надо у нас цель ребята наторговать наторговать и я хочу заказать ребята либо расширение склада либо расширение магазина давайте пока у нас идет торговля я все равно пока не нужен в торговом зале я хочу посмотреть сколько будет стоить отдел номер 5 2600 ребята 2600 и развитие склада 2900 но склад будет развит максимально ну давайте так ребята сегодняшняя серия посвящается нашему складу ну естественно люминацию надо будет сделать я здесь я здесь я бегу здравствуйте что у вас сегодня карточка карточка это хорошо что карточка так все отлично давай иди нет три кассы я пытался кстати свою кассу убрать и в час и пик в час и пик третья касса нужна так в принципе она нафиг не нужна это потом пригодится ладно давайте в общем торгуем все хорошо все отлично пиво бери пиво покупай я там пиво столько затарил капец так что давайте мне надо как-то оправдывать свои убытки мне батя порекомендовал под видео в принципе уже давненько чтобы я перед каждым открытием магазина ребята проверял цены что мы сегодня в принципе с вами сделали естественно это надо делать и на запись потому что это пол серии практически будет проверка цен естественно это долго ребята симулятор ничего быстрого нету вот мы видим как наш кассир торгует во все молодец красавчик да молодец много накупила но мы просто все товары разложили на полке и мы все закупили все что можно давайте посмотрим как идут покупки видеокамера видеокамера в магазине я выполняю роль видеокамеры серьезно я пока вообще здесь не нужен интересно третьего кассира в принципе можно прокачаться сделав много торговых операций но я думаю мне два кассира даже много я сам в роли третьего кассира для прокачки в общем так ребят качаюсь до третьего кассира потом там прокачиваться смысла нету там не нужно и просто будут бота работать вот и все я не буду на кассу больше вставать а сейчас в данный момент в любом случае надо надо прокачивать свой скилл как говорится сейчас я покажу так отлично доллар двадцать пожалуйста так молодой человек мне надо к компьютеру сбегать на складе и кое-что глянуть смотрите ребята если делать найм кассир а нет я ошибся ребята четыре кассира может быть то есть до третьего кассира в принципе прокачаться еще реально до четвертого я не знаю это наверное в оффлайн режиме не на запись потому что это будет очень долго 8-10 ты что такое купил блин блин поназначу я вечно цена потом мучаюсь на кассе как обычно так все я гляжу народ прибывает все окей складские работники разносят коробки это хорошо а мне в принципе на кассе комфортно 87-60 да я считал что я в магазине сейчас не нужен оказывается я очень сильно нужен это приятно так раз раз два три четыре четырнадцать пятьдесят шестьдесят семьдесят восемьдесят отлично до свидания оооо мужичок закупил неплохо и пивон и пивандер взял отлично молодец пивко надо к вечеру брать обычно ну ладно с утра выпил весь день свободен 95 отлично давай все иди дорогие гости дорогие клиенты вы можете пройти на мою кассу не стоять в очереди у меня все равно никого здесь нету но вы че не подходите ко мне я не кусаюсь оло я сейчас обижусь и закрою кассу уйду огорчусь блин у меня кстати пустые полки здесь блин лицензию бы конечно купить было бы прикольно но у меня уже голова от логистики просто кружится надо хотя бы свои товары пополнять успевать ну блин кто-нибудь придет ко мне нет спасибо так 19 блин что как мало берешь бери больше что-то как этот 60 центов все я закрыл кассу вы задолбали меня надо почитать что пишут клиенты ребята цены снизил вообще до нельзя ну где-то поднял маленько поэтому никаких жалоб в свой адрес я не принимаю как хотите так покупайте чтобы набирали полные пакеты выходили отсюда я что зря расставлял что ли это все ну я не в магазине все расставлял на складе конечно так уйди отсюда я раньше называл своих колыбщиков именами сейчас их у меня трое я их путаю они тройняшки блин они одинаковые ребята я в измущении ни у кого не вижу мы сейчас конечно же закончим этот торговый день и проверим что ты там сказал что 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 я не расслышал ему дорого 13.40 ну знаешь что 38 центов накрутки это для меня чтобы мне жилось хорошо на чупа-чупсы так ладно вставайте здесь на кассу я вас обслужу потом ага картоха заканчивается вижу увечереет народу все больше и больше вроде бы мне как казалось ни хрена себе а ты три бочонка то утащишь а девушка 60 центов люблю когда сдачи надо маленькие давать это означает что клиент очень хорошо закупился в магазине доллар 60 ну доллар 60 тоже пойдет а то вечно дадут денежку и там 98 долларов надо отдать допустим там сдачи это же охренеть ладно хорошо я дежурю на кассе ооо мужик чего как мало покупаете я ценно сбагрил для того чтобы вы ничего не брали что ли я не понял я сейчас все подниму обратно не волнуйтесь но в данный момент меня интересует пока прокачка магазина качание скилла кассира и там уже дальше будет вид а все отлично давайте самое главное чтобы клиенты были довольны ну мне пока не получается справиться с тем чтобы клиентов было как можно больше ооо за пивандером пошла молодец так что у нас здесь 480 да отлично ооо набрала ты че масло пиво мед да ты пищевая извращенка походу так 70 центов все давай валя отсюда приходи еще за пивом я видел как ты за пазуху складывал все надо охрану в магазин нанять чтобы она рамки поставила и пикала если кто-то что-то спер да нет тут кстати это не учтено в магазине а так было бы конечно прикольно так ну что ко мне никто не придет сегодня что ли а уже 9 вечера кстати ребята мужик я думал ты за туалеткой ну и ничего так чипсики у меня набирает неплохо надо будет еще потом заказать короче они не хотят ко мне на кассу да пошли короче я закрываю кассу пока я кассу закрыл я хочу посмотреть что же у нас не ну молодцы мужики так-то наполняют витрины мед что-то расхватали муку как обычно так с пивом надо будет решить проблему курица есть что-то курицу плохо берут хотя ценник вообще адекватный у меня все ценники адекватные в начале дня все сделал адекватное короче ребят цену делай не делай они все равно будут заниматься хренью я имею ввиду покупатели они все равно не будут ничего покупать так отлично я дожидаюсь последнего клиента ребята ставлю игру на паузу чтобы мы складские работники успели более-менее товары растаскать ну может я сам им сейчас немного помогу ну давайте пиво в бочонке пиво в бочонке где оно у нас блин а не в тот отдел попал я уже на складе запутался а пиво в бочонке кончилось а здесь нет что ли его охренеть пиво в бочонке кончилось надо будет заказать ладно окей понял давайте посмотрим чего не хватает чего не хватает чипсы чипсы дрипсы ну сейчас я разложу мужики чипсы не переживайте все будет нормально помогу им маленько а то они не справляются блин осталось всего-то пару чипсин ну знаете что вот эти пару чипсин я вот сюда пока положу а сюда закажу полноценных две коробки так мы видим вот два товара уже не хватает полностью блин пиво что ли не беру ну вот эти вот в бочонках конечно надо будет затариться закупить я понял так что еще у нас молоко молоко хорошо покупали молодцы блин что так сложно молоко что ли принести я не пойму ну вот я сейчас его и принес так давайте там молоко доносите минус коробка блин я думал он завис все круто так кофе кофе давайте поможем ага он пошел рис раскладывать а я пойду кофе разложу потому что они пока это все разлож чего это кто пустые коробки на склад ставит кому делать нечего а кофе кончилось ребята кофе кончилось я считаю что она кончилась не считается не считается что он поставил коробку почти полную так ладно ребята давайте разносите товары а мы завершаем торговый день потому что нам у нас 6400 долларов в принципе мы особо сильно не заработали итак товары не найдены такого не было довольных клиентов 50 всего клиентов 55 очки магазина 355 доход 3800 затраты на поставку поменьше но я сильно ребята и не покупал бутилированная вода мон мон какой-то там непонятный а я откуда знаю какая она там у вас 2 нет давайте 230 сделаем нормально и тут бутилированная вода сколько 252 260 нормальной цены в принципе сейчас ребята я проверю все цены и продолжу короче ленивые цены проверил кое-как вроде более-менее совпадают бутилированная вода естественно я прокорректировал но иногда втихаря изменяются цены другие и не идет оповещение так что на это тоже надо внимание обращать так ребят а теперь перед началом рабочего дня естественно надо обратить внимание на полки бумага закончилась так ну смотрите вот это средство да я ставлю сюда чтобы я знал что оно есть сдоб полок где-то бумага еще должна остаться у меня на доп полках на складе возможно она уже пропала ребята ее продали да она стояла вот здесь химия была тут ее нету то есть туалетка пропала естественно мы ее в первую в первую же очередь закажем я естественно сейчас все заказы не буду показывать на запись я вот допустим покажу то что видите какие-то товары у нас просто закончились такие как мед например вот это хренатень картошка ее обязательно кстати картошка у меня на складе есть нет давайте картошку ставить там где она должна быть чтобы я ее не терял картошка теперь есть все ее не надо заказывать так курица курица я гляжу картофель фри закончился ну и так просто по мелочи здесь например спагетти пасту ореховую надо или шоколадную надо заказать молоко как обычно закончилось ну и как видите как-то вот так вот сейчас я заказываю товары ребята как закончу распихаю по складу и я вернусь так ну что получается вот эта последняя коробочка осталась из моего закупа я посмотрел в принципе пока товаров конечно склад не затарен полностью как я конечно бы мечтал но но товаров хватает кстати вот это пиво я его купил но его уже мои работники растащили ну в смысле растащили разложили по витринам если посмотреть сейчас на витрину в принципе я пока занимался закупом на паузе у меня все полочки расставлены все хорошо все есть давайте ребята открываем магазин начинаем торговать у нас четыре с половиной тысячи долларов ребята не так уж и много но уровень товара в магазине стараюсь поддерживать чтобы был у меня такой вот более-менее и чтобы излишков сильно на складе не было но все ждем первых клиентов ребята как вы помните надо дать небольшую паузу так мы естественно наторгуем сегодня с вами я в этом уверен давайте ну я супер уверен менеджмент склад последний скилл берем склад то есть склад максимально ребята расширен у нас осталось полторы тысячи долларов ничего страшного во то есть теперь можно закупать полки ребята ставить и и что же и мы будем покупать новые лицензии расширять магазин то есть когда есть склад можно спокойно потом будет заниматься товарами так я открыл кассу что по свечеву возле меня тут выстраивались я не оплачивал кстати счета ребята давайте счета оплатим чтобы сразу видеть нашу чистую прибыль которую сегодня торг да подожди то я сейчас приду ё-моё о счетов сколько скопилось смотрите 65 аренда 65 чем больше будем расширять магазин тем больше будет аренда 1200 долларов у нас всего так что давайте надо работать работать и работать так что у вас здесь 7850 отлично фух на самом деле на самом деле играю уже больше часа в данную в данную серию так скажем просто пауза пауза если все записывать каждое мое действие здесь это будет просто ребята серии по 2-3 часа никто их смотреть не будет поэтому приходится ребята логистику и то что вы уже сто раз наверное видели формирование склада или еще что-то делать на паузу ну уж извините ребята работа на кассе это фишка этой игры это фишка магазина она напоминает чем-то гастейшн симулэта конечно но 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 тут маленько по-другому скажем так ну что давайте проходите проходите народ давайте давайте я вас жду за туалет пошел так ну давайте 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 продажи как-то плохо идут уже полдень и никто ничего не покупает ладно пускай они там стоят я буду пока контролировать процесс так никто ничего недовольных нету надеюсь в магазине так ну давай ты всего лишь три бутылки воды дешманских купила нифига себе так ну тут тут покупки хорошие молодец мистер молодец люблю когда без дачи спасибо большое блин она не успела нагрести этот уже принес молодец так ну все таки видите кто-то приходит просто купить пару бутылочек допустим содовой а кто-то приходит водяры набирает мыло йогурта блин мне интересно как это все употреблять будешь просто интересно на это смотреть раз два три получается 55 не ну серьезно берет водку мыло и какой-то блин я не знаю смешивать это собирается или это руки помыть перед употреблением да конечно прикольно работая кассира можно много узнать о человеке о его психологии и чего же он там ждет и чего же он там хочет давайте мужики кладовщики пополняйте товары пополняйте потому что народ как наплывет и капец мука муку уже почти все расхватали кстати самый прикол то что кассы у нас три и на двух кассах где у меня работают кассиры я не вижу что там у них покупают покупатели то есть что продает магазин иногда я просто подхожу на полке и смотрю например мука блин а почему муки нету у меня же никто не пробивался мукой так блин ребят касса три одна треть покупателей идет только ко мне я не обслуживаю всех клиентов магазина только одну треть блин а давайте сделаем так ну-ка покури сегодня я не хочу чтобы ты сегодня работал давайте я хочу немножко поторговать а то чё как дурак стою жду пока ко мне клиенты придут просто закрыл конкурента своего конкурента в своем же магазине да круто сказано пусть стоит пусть отдыхает пофиг ему зарплату заплачу за простой но я хочу на кассе немножко поиграть так а ты работай потому что я со всеми не справлюсь они начнут бузить ребята пять вечера никакого аншлага я не вижу несмотря на то что даже что я быстро пробиваю то как бы не помогает 11 долларов и 20 центов спасибо ну видим видим что так вот по мелочам закупаются так ребята отговорки что высокие цены сегодня вообще не принимаются цены все вообще на уровне они самые демократичные сегодня демократичнее только за бесплатно мне кажется так что у вас там 135 отлично ну продажи я бы не сказал что прям такие аховые у нас но ну пойдет ребят 470 так свет у меня включен а то я подумал что это вроде вечереет а у меня не темнеет в магазине да нет все нормально товарищи покупатели вы не хотите подойти ко мне ё-моё касса открыта нет они все будут там стоять толпиться мешать проходить еще какие блин я не пойму во-во-во-во мужчина давайте проходите давайте мы сейчас пробьем ваши товары отлично отлично 38 20 отлично так следующий отлично 134 20 наличка о без сдачи спасибо большое много накупила и без сдачи вот молодец вот вот такую сдачу мистер я ненавижу выдавать 84 ты не мог купюру помельче дать он 100 баксовую купюру дал а покупает на 16 долларов ну дурачок ё-моё ну он не дурачок я шучу ребята он просто может быть не было такой валюты точнее не валюта а мелкой купюры заболтался уже я в следующий раз тебе мелочью сдачу дам понял так 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 отлично 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 ну вот нормальная бабуля пришла всего 3 доллара 70 центов мне надо то есть это говорит о чём она хорошо закупилась молодец э а чувак мало ах ты ах ты гадина всё мое терпение лопнуло 88 на тебе по центу вот специально буду вот так вот делать хе-хе-хе э пройдёт очень много времени и я посмотрю как ты будешь эти центы у меня забирать на-на-на у меня вот этой мелочи у меня дофига и мне не жалко мы видим как пирамидка из мелочи просто блин я пятёрочку положил случайно простите 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 на-на-на блин я походу заколебусь это всё делать ну давайте поставим игру на паузу посмотрим что будет короче у меня не хватило терпения одноцентовыми получается монетками выложить чё сказала какой яблочный сок иди отсюда пошла ты блин не нравится у меня цены самые лучшие в городе вот так вот я и докидал мелочи и они друг на друге просто стоят всё вали отсюда блин очередь метока блин тут это создаёт здравствуйте чё вам а во-во-во-во видите сразу стоило наехать просто поиздеваться над клиентом и мне сразу нормально даёт спасибо спасибо за карточку чтобы вот эту мелочь не считать мужчина взял злаки и пиво интересно он злаки пивом будет заливать или это на похмелье чтобы похавать ну мы это не узнаем честно говоря мы об этом не узнаем блин почти 5000 долларов наторговали э а где все клиенты ладно я закрываю кассу так всё ты не обижайся я тебя открываю можешь торговать правда никого нету но ничего завтра будешь торговать так смотрим ребята я не вижу что прям полки у нас были опустошены так вода заканчивается я гляжу а вот чё она была это недовольно-то сок яблочный закончился блин он реально закончился ё-моё ну ладно мы эту ситуацию в будущем исправим я думаю в последующих сериях ребята из-за того что мы склад расширили это максимальный уровень склада он уже больше его сделать нельзя будем наверное по бокам вот так вот расставлять полки для более компактной логистики ну и конечно же конечно же ребята я не знаю мы будем брать новые лицензии новые лицензии чтобы было больше товаров мои складские работники еле успевают вообще все растаскивать поэтому ребята я сейчас делаю первый предзаказ на утро чтобы сразу товары прилетели игру ставим на паузу и возвращаемся в следующий игровой торговый день ну все я думаю можно завершать ребята торговый день итак смотрим наша суточная статистика товар один у нас не найден это походу тот сок яблочный товары считаются дорогими 10 штук ну блин вы охренели очки магазина есть клиентов 53 но больше 50 почему-то их не заходит может расширение магазина на это позже повлияет делаем скриншот и меняем цены так ребят давайте значит так кофе светлой обжарки оно у нас подешевело 10 долларов 26 центов я думаю 10 50 это будет демократичной ценой так масло масло я помню что за масло и где оно находится ребята это масло у нас подорожало 2.63 наша цена в 2.80 в принципе стоп это не это масло помню я блин вот оно оно у нас подорожало ребята 4.36 и в принципе моя цена она нормальная короче она слишком завышенная а курица ребята она подешевела блин я не люблю это делать но мне придется цену сбавлять цена маркета 8.52 значит у нас будет она 9 и ребята черный чай взлетел в цене да вот так вот случилось на цейлоне не урожай чая поэтому 6.73 7 долларов 7 долларов а то у меня слишком дешманская цена ну и все ребята я не уверен что какие-то цены сильно поменяются давайте посмотрим 26 9 60 это демократично так водка у нас тоже по нормальной цене спагетти вообще не берут но нормальная цена кому не нравится не берите как говорится так туалетной бумаги нету сейчас закупим у меня пасту разобрали хотя цена я бы не сказал что прям такая супер дешевая картошка это цена слишком дешевая вот так вот ну и все ребята сейчас надо закупить товар которого вообще катастрофически не хватает на складе и продолжать игру так ну все вроде товары заказаны все расставлено ребята все неплохо сейчас будем открывать магазин мы видим как у нас один из грузчиков просто товары растаскивает точнее один вид товаров все сейчас начинаем продажи наши приглашаем клиентов в магазин у нас все хорошо кассу я открыл в принципе все расставлено как мы уже видим у нас полный добор товаров в магазине 2 300 у нас осталось после наших продаж то есть понимаете где-то тысячи две три долларов надо в любом случае на закуп магазина иметь то есть нельзя в ноль полностью все потратить но ребят я потратился на склад блин это вложение стоило того поверьте задолбался заниматься складом честно скажу задолбался надоело эти коробки сортировать и все такое буду наверное сейчас по магазину конкретно закупаться сейчас сейчас давайте смотреть вот он наш первый клиент здравствуйте проходите покупайте самое главное не подбегать и не говорить то что вам что-нибудь подсказать может быть вам что-нибудь помочь выбрать я думаю женщина сама справится о смысле а я думал первый клиент у меня другой ладно пришла за курочкой давай все отлично но за пивандером нет не за пивандером за чипами все давай чипсы взяла давай все я готов посчитать тебя куда пошла опять муку набирать кстати что красную что вот эту более дешманскую закупают по-разному ага мужик молодец уже ко мне подошел видать в очереди стоять не любишь давай отлично 59 20 все потихонечку потихонечку раскручиваем всего водочку взял молодец а вот только что коробку водки купил я думаю куда водка уходит вроде бы водка стоит да никто не пьет все нормально она куда-то уходит ее покупают на других кассах просто заходите заходите давайте давайте покупаем покупаем товары чем больше людей зайдет тем лучше давайте ребята а мне вот интересно а вот велик для чего для доставок или надо будет потом узнать я пока магазин не расширел и не улучшал вот таких моментов так что у вас мистер карточка нормально 6330 закупился так закупился сразу видно молодец 4260 ребята 4260 отлично да тут такое впечатление что вроде бы в магазине ничего толком не улучшили в самом магазине ребят но знаете театр он всегда начинается с вешалки а магазин всегда начинается со склада если нет нормального склада ну блин куда тебе такую сдачу ты е-мое 25 67 40 знаете что я свет пока включу сейчас самое главное ребят именно наторговывать просто наторговывать то что у нас есть 26 40 отлично 31 20 так все так что у вас здесь доллар 60 да доллар 60 пожалуйста ребята не толпимся проходим на следующую кассу следующая касса открыта блин нет вот они будут стоять и толпиться возле той вот что за натура такая что злаки дорогие я не понял 750 же стоит иди нахрен дорогая блин дорогая ей это позиция ё-моё блин нормальная цена а кстати злаки вообще такое впечатление что не покупают я не знаю в чем прикол с чем это связано но да не хотите не берите у меня много других ништяков всяких в магазине кстати такой прикол я вроде бы снизил цены да а толку то ой я думаю что мне задать что-то не надо давать ему 108 10 так отлично я просто хочу взять и задрать на какие-нибудь товары ребята просто цены и посмотреть будут или их брать но мне кажется я рейтинг магазина просто потеряю да и всё ну нет они опять там толпятся стоят блин касса открыта ёлки-палки идемте сюда что-то так сложно подойти к этой кассе и получить свои товары блин ждем ждем клиентов ребята мне стоит только уйти и они придут ооо дамочка закупилась неплохо прям на славу я бы сказал чё только не купила смотрите сколько позиций это же офигеть 94.50 ребят 94.50 нормально приходите к нам ещё хорошо покупаете хороших покупок в моём магазине о здрасте я чё-то тут отвлёкся так наличка да 13 долларов ну 13 долларов ещё куда не шло а то сдайте им блин почти полкассы или надо говорить нету размена карты давай так ну и что блин он выкладывает а этот уже набирает по полной программе так отлично что у нас здесь 1380 25 блин у меня уже иногда цифры этих уже реально мозгиный бекрень так что у нас здесь здесь у нас блин ты охренела куда тебе вот 66 долларов блин ты нафига мне сотку даёшь когда у тебя на 33 полтинник дать вообще никак что ли я не понимаю блин что за покупатели попёрли я вот возьму и не сдам тебе блин а вот нельзя так к сожалению 66 30 блин да нахрена я вот вообще видал я вот этот 66 30 отдавать охреневшие пошли блин чтобы еще купили на 50 центов чем-нибудь у меня и дали блин тысячу долларов блин придурки я где вам сдачу буду искать бей сюда что вот реально что за народ пошел серьезно так ладно я закрываю кассу мне надоело торговать они меня взбесили мы смотрим что риса риса мало а я вроде его закупал полно давайте поможем поможем нашим складским работникам ребята зараза я чё зря бежал что ли сюда их трое ребят им уже помогать в принципе смысла я не вижу никакого так что у нас по складу ребята блин я вот только суши купил это большие суши у них ценник там вообще конский и они уже закончились охренеть так ладно водка нормально они закончили не ну он опять пустую коробку что ставить на землю они там одна сушина одна сушина есть вот знаешь чё вот одну сушину куда-нибудь вот сюда поставим закажем новые товары так смотрим молочко вот это самые такие дешевые товары которые надо всегда иметь на складе естественно я имею чуть позже займусь так на этой полке но мы видим что не как в нахрена по две штуки мне ставите на полку придурки блин то есть это надо заказать и тут чё тоже две штуки что ли блин вот сюда куда-нибудь уберу потом поставить куда-нибудь то есть у меня уже два вида товаров нету вот они любители по две тысячи штуки оставлять а я думаю что товар есть и в итоге заказами опять его вечно не хватает ладно так ну две пачки яиц хватит потому что плохо берут в принципе по складу я определился понял начнется новый торговый день естественно мы мы все купим все будет туалетка ребята туалетка есть принципе это не критично но можно всегда ее заказать много и нам ее работники расставят спагетти я не понял что спагетти закончилась что ли опять 2 охреневшие что ли сейчас я спагетти я наполню об об все спагетти есть я бы сказал что вы практически нету но коробочку заказать можно всегда так ребят в принципе в принципе у нас день закончился 6100 долларов я не вижу смысла пока продолжать эту серию дальше ребята нам надо наторговать кое-какое количество денег после этого мы конечно же откроем магазин и будем а что мы будем делать а давайте построим планы на будущее ребята и так ребята плана на будущее сейчас товары заказывать не буду это рутина это надолго ребята вам это возможно не понравится сейчас давайте посмотрим что же нас будет ждать следующей серии во первых в этой мы счета оплачиваем обязательно то как снежный накопится я буду заниматься дальше ребята развитие вы видите развитие магазинов стоит приличных денег я предлагаю на торговать до 10 тысяч долларов чтобы у нас была некая подушка безопасности магазина и уже 10 тысяч долларов начать улучшать магазин уровень магазина как вы видите здесь это 32 уровень 32 нам доступен до 9 до 9 уровня можно спокойно расширять магазин ребята что же это значит ребят а это значит то что это значит то что мы закупим полки на склад лада это будет попозже до 9 уровне надо все расширить понимаете 16 тысяч долларов плюс еще 11 тысяч это 27 27 500 если быть точнее 27 500 плюс 6 еще плюс 4 плюс 2 за тут 50 тысяч долларов надо чтобы просто под наш уровень расширить магазин что я предлагаю ребята торговать торговать ну естественно не забывать надо про лицензии ребята лицензии тоже полно если все лицензии сложить самая дорогая лицензии 65 тысяч долларов это вино пиво там и всякая вот прочие дребедень 90 уровень это все понятно чем больше торгуем тем больше денег у нас есть тем больше мы развиваемся естественно я не собираюсь записывать ребята каждую серию как я торгую в магазине это не к чему надо накопить энную сумму денег на торговать а потом уже улучшать что-то и вносить какие-то изменения ребята увидимся наверное не скоро как я немножечко в оффлайн режиме прокачая свой магазин деньгами то есть делаю продажи буду делать ту рутину работу как на которую смотреть в принципе не так уж и интересно мы с вами увидимся ребята реально в следующей серии с вами был канал алексей 24 ребята не забывайте не забывайте подписываться на канал я не пойму где же у нас вот это супер заставка ее нету ну и конечно же ребята ставьте лайки колокольчики для меня это очень важно мы увидимся с вами тогда когда у меня выручка в магазине выручка в магазин хотя нет это прибыль прибыль магазина будет ну как минимум x2 потому что вот с этими деньгами если я куплю улучшение мне не хватит денег на товар что и логично ладно ребята увидимся позже не забывайте также ребята писать комментарии этому видео буду очень благодарен вам ну и конечно ребята я уже наверно сто раз говорил что в описании под этим видео вы найдете плейлист прохождением полностью всех серий возможно полностью все прохождение вам и не интересно но вы увидите именно то где мы начинали что же мы делали всем удачи ребята всем пока